От поддержки до равнодушия, на кого ставит Запад на украинских выборах, Европейская правда, Ураина, Сергей Сидоренко, Европейская правда, Украина, 1 апреля 2019 года, категорическое нет, скажите, а вы действительно думаете, что украинцам нужен наш совет, за кого голосовать, я так не считаю, сказал один из участников украинско-американских предвыборных дискуссий. Можно с уверенностью прогнозировать, что показательная нейтральность Штатов сохранится и перед вторым туром. Это, сознательная позиция. На нынешних выборах США действительно пытаются всячески избежать тех действий, которые можно было бы расценить как призыв голосовать за Петра Порошенко, или наоборот, против него. К слову, на украинских выборах американцы уже давно пытаются сохранять нейтральность, однако имидж игрока в геополитику от этого не ослабевает. От Вашингтона ждут того, что он делать и не планирует. Это вообще не удивительно, ведь история как мира, так и нашего региона знает достаточно случаев, когда США не скрывали своих симпатий в адрес того или иного кандидата или партии накануне выборов. А вот с Евросоюзом – обратная история. Брюссельская ставка Брюссель традиционно критикует за то, что он, в отличие от США, вообще не идет в геополитику. В Евросоюзе редко складывается единое мнение всех государств-членов, и даже когда складывается, там пытаются избежать любых подозрений в том, что ЕС играет на стороне того или иного кандидата, и ограничивается знаменитой озабоченностью. Отдельные государства, такие как Германия или Франция, играют в геополитику, но сам ЕС нет. И это касается не только Украины, а всего мира. Яркий пример – революционная Венесуэла. Все без исключения государства признали, что выборы президента там были фальсифицированы, но встать на сторону его противника Гуайда ЕС так и не решился, не хватило голосов. Но на Украине правила Евросоюза неожиданно сломались. Уже на следующий день, 21 марта, в Брюсселе началось заседание Европейского Совета, то есть саммит ЕС, а следовательно, у лидеров Евросоюза без украинских гостей было достаточно дел. Причем никаких украинских вопросов на тот саммит не выносилось, то есть необходимости сверить часы ни у кого из них не было. Срочных вопросов в отношениях Украины и ЕС тоже не было, да и Порошенко всего лишь в конце декабря уже был в Брюсселе, а Туск месяц назад приезжал в Киев. В конце концов, вполне ожидаемо, никаких решений этот мини-саммит так и не принял. Единственной причиной для встречи стало намерение, или согласие, Брюсселя поддержать Порошенко накануне президентских выборов. Вопреки традициям и неписанным правилам. Другая Европа, но можно ли говорить, что Европа выбрала одного кандидата? Как ни странно, но нет. Мнение о Туске, Юнкере и Тайне еще не равно мнению Меркель, Макрона, Мэй и далее по списку. В то время как Брюссель решился на нетрадиционный для себя шаг и поддержал Порошенко, другие столицы остаются показательно нейтральными. С начала зимы из лидеров иностранных государств в Киев приезжала только президент Литвы Даля Грибаускайте, да и она была здесь еще в декабре, до официального старта кампании. А за последние три месяца сюда не приехал ни один иностранный президент или премьер. Да и иностранный дипломат в разговорах не под запись, в том числе и в общении с западными медийщиками. Настаивают, никаких признаков ставки на Порошенко в европейских столицах нет. Хотя, конечно, Западу было бы проще, если бы в это непростое время Украина оставалась предсказуемой. Из-за непредсказуемости выборов друзья Украины становятся осторожными, так озаглавлена публикация международного агентства Рейтер. Этот текст построен от цитатых западных дипломатов из Киева и Брюсселя и хорошо отражает мнение западных дипломатов о выборах в Украине. Мы наверняка знаем, что будет при президенте Порошенко. Нам кажется, что мы знаем, что получим с Тимошенко. А что с Зеленским, у нас вообще нет понимания, пояснил один из собеседников агентства. При этом все они несовершенны. Нет ни одного кандидата, которого можно было бы просто поддержать, сказать, да, добавил другой дипломат. Но удивит многих то, что ни одного из лидеров гонки Запад не считает катастрофой. В то время как в Украине одним из ключевых нарративов кампании стал слоган Порошенко или Путин, в западных странах такое упрощение вообще не звучит. Причем автору этих строк, на удивление, в последнее время приходилось слышать положительные отзывы даже о Зеленском. Возможность его избрания, которая до недавнего времени вызывала ужас на Западе, сейчас многие воспринимают спокойно. В том числе, из-за вопросов, связанных с Минском и Донбассом в лицезии дипломаты нашли то, чего им очень не хватало – уступчивость. Порошенко уверен, что все делает правильно, и не воспринимает наших инициатив. У Тимошенко есть свои идеи, и она продвигает именно их. А Зеленский нас слушает и слышит, воспринимает советы, потому что он только формирует свою позицию. Довелось слышать о топ-дипломата, у которого состоялась продолжительная встреча за кандидатом. Именно о готовности учиться говорят и другие дипломаты. Полное отсутствие понимания политики, международных отношений, разделения властей, законов экономики и т.д. То есть то, чем антисистемный кандидат продолжает шокировать многих украинцев. Партнер Украины порой воспринимает как шанс, не стоит ожидать много от человека, у которого вообще нет политического опыта, говорят западные дипломаты. Шанс на реформы? Хочется предостеречь от возможного ложного заключения, что Запад решился поддержать Зеленского. Нет. Конечно, такой поддержки нет, но нет и тотального негативного отношения. В частности, постоянно приходится слышать вопросы о степени влияния Коломойского на этого Зе-кандидата. И ответа, похоже, не знает никто. В то же время в Зе-команде нашли у западных партнеров точку Г и умело на нее давит. Эта точка – вопрос реформ. Появление в команде авторитетных реформаторов, в том числе и Александра Данилюка, Айвараса Абрамовичуса, Руслана Рибышапки, стало мощным козырем в глазах европейских и американских партнеров, даже несмотря на то, что их роль в случае победы кандидата до сих пор не определена. Очень важно, чтобы следующий президент придерживался программы реформ, потому что мы вложили в нее столько средств. Без этого и без однозначной линии по России отношения будут страдать, подчеркивает собеседник Рейтер, настаивая, что имя президента менее важно. Да и западные журналисты, пишущие об украинских выборах, не обходят стороной вопрос преобразования в Украине, а также то, что действующий президент не оправдал надежд многих, и именно поэтому потерял популярность. Сложно найти публикации, в которых бы не упоминали неудачу в борьбе с коррупцией. Похоже, ее на Западе считают главной уязвимой точкой президента. Многие украинцы связывают действующего президента Порошенко с ростом стоимости жизни и коррупции, пишет немецкий Вельд, признавая в то же время, что в предвыборный период это вылилось в соревнования грязных пиар-компаний взаимные обвинения в коррупции, которые стали частью повседневной жизни. И именно на этом фоне появился Зеленский, непричастный к старой тусовке. Порошенко обещал побороть коррупцию и быстро завершить вооруженный конфликт, который тогда только разгорался. Спустя пять лет его критики говорят о провале этих обещаний, хотя он и усилил связь Украины с Западом, пишет французское международное агентство АВП, что если не Петр. Но если результаты президентства Порошенко одновременно и критикуют, и хвалят, то в отношении Юлии Тимошенко в ведущих западных медиа крайне мало позитива. Газовая принцесса – этот термин, подзабытый в Украине, на Западе звучит чаще всего. Тимошенко упрекают за популизм, хотя и она не кажется нашим партнером абсолютным злом. Юля вернулась на политическую арену с испытанным подходом – популизмом, пишет французский МОНД. Издание также цитирует европейского дипломата, занимающегося Украиной, об опасностях, которые Запад видит в случае победы Тимошенко на выборах. Ее программа несет реальный риск разрыва Украины с МВФ, а также угрозу напряженности в отношениях с ЕС. Но, к счастью, она окружена адекватными людьми и всегда открыта к диалогу с представителями Запада. А еще примечательно, что и западные дипломаты, и журналисты не связывают Тимошенко с РФ, как это обычно делают ее украинские оппоненты. Такую характеристику на Западе считают слишком упрощенной. Скорее намеки об уступчивости России звучат в адрес Зеленского. Дипломаты и журналисты, с которыми приходилось общаться, порой также удивлялись, как лидером гонки в Украине может быть человек, который практически не говорит по-украински. При этом журналисты оказались значительно критичнее комедианту, чем дипломаты. Если последние порой ищут положительные стороны в его неопытности, то среди первых есть те, кого это до сих пор откровенно шокирует. Даже сравнивая Зеленского с Трампом или с основателем итальянского движения «Пять звезд», медиа ставит под сомнение его способность работать на посту президента. Он умеет сделать так, чтобы страна смеялась, но сумеет ли он управлять страной? В этом нет ни малейшей уверенности, пишет Либерасьон. А их коллеги ставят под сомнение основу компании Комика, что он не причастен к силам влияния в украинской политике. Насколько Зеленский вне системы? Многие в этом сомневаются, пишет немецкий цайт, напоминая о незримом присутствии Игоря Коломойского за спиной лидера президентской гонки. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.